Сейчас очень ответственный момент. Отбор предприятий на финансирование, производство, реализацию зерна. Держка действует с 2021 года. Начиная с 2021 года селянам направлено Оренбургской области 1 миллиард 748 миллионов. Это достаточная сумма. Если говорить прошлый год, это было 1 миллиард 78 миллионов. Что касается этого года, первый транш у нас пришел. Мы выплатили 312 миллионов в апреле этого года. И буквально две недели назад вышло постановление правительства, по которому выделяется еще 10 миллиардов рублей в целом всем аграриям Российской Федерации, в том числе 313 миллионов аграриям Оренбуржия. Здесь еще наши софинансированные. Итого чуть более 314 миллионов. Мы сейчас начали отбор документов. И отбор этот завершим 8 июня. И сегодня надо всем нашим коллегам поторопиться. Все, кто не успел, тот, к сожалению, опоздал для того, чтобы получить эти средства. Финансирование будет тем, кто зарегистрирован в программе ФГЗерно. Разумеется, необходимо, чтобы производство, реализация зерна были учтены обязательно. Ну и в целом финансирование будет исходить из расчета порядка 2000 за одну тонну. Разумеется, будет зависеть от количества субсидированного зерна. Поэтому сегодня у нас запланированное, мы просубсидируем таким образом 150 тысяч тонн зерна. Поэтому коллегам хотел бы, чтобы не поторопились. Для того, чтобы эти деньги, которые были не заложены в бюджете 2023 года, это будет дополнительное финансирование. Буквально днями пройдет совещание в Москве 2-го, точнее июня. Где будет и министр проводить это совещание. Где будут еще раз рассматриваться ряд мер поддержек. Это два варианта. Один – снижение возможности таможенной пошлины, что приведет к улучшению производства на зерна. Кстати, сегодня было объявлено, что таможенная пошлина снизилась на 2,7%. Ну это, в общем-то, небольшое количество. Но мы ждем, что кроме этого еще, возможно, будет третий транш. Но только для территорий, кто аккуратно сработал, провел отбор, разумеется, вовремя освоил средства. Вот эти средства мы должны, во-первых, прием документов, повторюсь, завершить 8 июня. А средства выплатить до 30 июня. То есть 1 июля мы должны отчитаться о том, что мы до копеечки все это расходовали. Для того, чтобы в период, когда очень сложность реализации зерна, в период, когда, к сожалению, прошло большое проседание цены на зерно, поддержать сельхозстаропроизводство. Это касается производства и реализации таких культур, как рожь, пшеница, ячмени, кукурузы.